Девушки отдыхают Говорил, что для нее так будет лучше, но на самом деле я просто мстил тебе. Я так тебя... Нам обоим есть за что простить друг друга. Если бы можно было перечеркнуть прошлое, начать все заново. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I dreamed that God would be forgiving Девушки отдыхают Ты нужна им? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Утро уже. Утро уже. Утро уже. Кайф. Вот это фастануло. Бетя, ну что тебе не спится? Бетя! 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 Сейчас. Смотри. Что это? Говорят, она приносит счастье. А мне принесла встречу с тобой. Спасибо. Смотри, еще одна. Кукушка, кукушка. Скажи, а сколько нам жить осталось? Ты смотри, нам с тобой так долго жить, что даже одна не справляется. Помочь? Нет, нет. Пойдем. Рюкзака нет. Наверное, в ущелье потерял. Возвращаться не будем. Здесь кто-то был недавно. Печка еще теплая. И посуда чистая. Вполне возможно, что Наташа пересидела здесь непогоду. Хорошо, если так. Тогда куда она делась? Почему ушла? Я хочу найти хоть одну ее вещь, чтобы точно знать, что она здесь была. Вот. Вот. Посмотрите. Знайшло бедо урбища. Висело на гилце над природой. Участина речей, зрукзака, выпала. Дай гляну. Интересно, от чего это? Думаю, того несчастливого, который лежит на дне. Может, бедоллах послизнулся и упал. Он точно мертв? Кошмар. Значит, здесь был этот человек, а не Наташа? Наверное, нужно будет как-то достать тело. Вызвать близких, чтобы опознали. Есть у нас одно ущелье. Очень опасное. Деревья растут прямо по краю. Один неверный шаг, зазеваешься, сорвешься на камни. Так Наташа знает об этом ущелье? Знает. Я водил ее туда, показывал. Сейчас узнаем, кто это. Кремнев Сергей Александрович. Город Киев. Турист, наверное. Жаль парня. Ого. Он, оказывается, следователь. Нужно срочно позвонить в Киевское ГУВД. Сообщить, что он погиб. Петя, сделаешь? Уже обижу. Если есть проблемы, рассказывай. Вместе решим, что с ними делать. Давай представим, что я психолог. А то мне на приятное. Колись. Чего не так? В общем, все врут. Как дышат. Да, больше все. Да, есть такое. Чего тебя это напрягает? Они врут, и ты ври. А мне противно. Я ожидала честности. Хотя бы от родных. Ты что, из-за родаков паришься? Нашла проблему. Малая, ну, ты крыльзанутая. Слушай, это хреновый из тебя психолог. Да? Но я суть излагаю. Плюньте на них. Тебе нужно расслабиться. Выпить. Я пробовала. Сколько не пью, не пьянею. Ну да. Это точно. Вызывали, товарищ генерал? Это что, вашу мать, происходит? Вы знаете, кто мне сейчас звонил? Вы знаете, что мне сказали? Мне только что сообщили. Кремнев погиб. Как погиб? Где? В Карпатах! Черт бы вас побрал! Что он там делал? Как он там оказался в рабочее время? Что это за самодеятельность, Лева? Я не в курсе, товарищ генерал. Да? А ты? А может, он с тобой делился своими планами по-дружески? В последнее время нет. Лучший следователь управления в рабочее время оказывается в другом конце страны. И никто об этом ничего не знает. Распояться ли, дальше некуда? Пошли вон. Стоп! Кто будет сообщать семье, я. Значит так. Сейчас идете к его жене и аккуратно сообщаете. Кругом! Есть. Женечка, о боже. Что это? Это я. Классно. Ты что это сделала с собой, а? Ой, правда хорошо. Я тоже так думаю. Ужасно. Волосы твои, господи. Зачем? Ой, для красоты. Женя, эти ужасные брюки. Ничего ты не знаешь. Митя. Митя, иди-ка ты сюда. Валентина Степановна. Лара, отведи, пожалуйста, Богдана в другую комнату. Привет, а что случилось? Я тебя прошу, отведи, пожалуйста, Богдана в другую комнату. Зайчик. Зайчик, иди поиграй в свою комнату. Сделай из конструктора самолетик, а мы потом целый аэропорт построим, хорошо? Да, обещаешь? Даю слово. Что с Сережей? Ну, а что там опять стряслось с вашим Кремневым? Сережа погиб. Как? Как погиб? Вы ничего не подаете? Тихо, 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 тихо. Ир, принеси успокоительное. Держись. Держись, держись. Разделимся на несколько групп и прочищем окрестности еще до захода солнца. Вы трое пойдете на юг, в сторону Зазимья. Вы вдвоем к Яру. Остав со своими прямо, мы с Дианой пойдем к ущелью. Связь держать по рации. Докладывать, как только что-то найдете. Не переживай. Наташа не могла далеко уйти. Мы или кто-то из мужиков ее скоро найдем. Спасибо людям. Пойдем. Ларочка. Доченька, выпей. Надо успокоиться. Сережа, больше не вернуть. А тебе нужно жить дальше. Ради Богдана. Его еще на ноги надо ставить. На кого ему рассчитывать, если не на тебя? Саша. Саша. Что мне делать? Я не знаю. Она ни на что не реагирует. Так уже сидит два часа. Мне страшно, Саша. Я не знаю, чем могу помочь. Господи, горе, горе какой. Господи. А Богданчик, видишь, как чувствует. Все сидит, тихонько в комнате играется. Никого не дергает. Господи, боже мой. Мальчик умный. Ларонька. Лара. Что ты надумала? Я не верю. Это какая-то ошибка. И не поверю, пока не увижу его тело своими глазами. Я поеду с тобой. Валь, она сейчас в таком состоянии, что кто-то должен быть рядом. Да, да. Лара. 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 Мы скоро выйдем отсюда. Я так тебе и не сказал. А что ты хочешь сказать? Подожди. 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 Я тебе должен сказать, это очень важно. Подожди. 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 А почему-то они и с родственниками. Горе такое. Мама там над Ларой куда? Что-то Кремнев не мой муж, слава богу. Или что, ты предлагаешь рдать? Слушай, это твои ребята постарались. Главное, что нам теперь никто не мешать не будет. Потому что у меня для вас есть предложение. Слушаю. А что, если нам взять и развернуть наш бизнес? Так сказать, в обратном направлении. То есть? В наших музеях тоже много интересного. Стоить это нам будет дешевле, а получим и больше. Хорошая мысль. Отличная мысль. То есть, ты предлагаешь мне тырить здесь? И продавать все это за рубеж? Нет. Да это рискованно. Я был согласен осуществлять доставку, коммуникацию между продавцом, покупателем. Получать дивиденды, но... Ну что это, скупать краденое здесь? Нет, мне эта идея не интересна. Гарик, 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 никто тебя тырить не заставляет. Все это я возьму на себя. А ты, как и раньше, будешь осуществлять связь за границей. Не знаю. Не знаю, я подумаю. Думай, я пошел. До встречи, Гарик. Гарик, всего доброго. Выгодное предложение. Ира! Какое выгодное предложение? Ты понимаешь, что это опасно? Я... Мне была интересна эта игра, но интересна только потому, что я осуществлял коммуникацию. Я знакомился с важными, нужными людьми, сводил их. И не только из-за связи, денег. Это давало мне ощущение полноты жизни. Как отодвигало мысли о смерти. В чем дело? Больше риска, больше остроты ощущений. Это надоело. Да и Феликс этот... Чего он лезет в наши дела? Он нас крышевал? Все. Меня все устраивало. И устраивает. Я не намерен менять расстановку сил. Может, ты просто боишься, что со временем он тебя отодвинет? Ирочка, я не смотрю так далеко в будущее. Мне хватает моих дел на каждый день. Наталья Кречет, проворвавшаяся невеста. Не твое дело! Гарик, ты можешь думать о Кречет сколько угодно. Но идея Феликса просто потрясающая. Девочка моя, девочка моя, хорошая, моя, любимая. Как я хочу, чтобы все было по-другому. Сереж, что? Скажи. Я женат. Понимаешь, женат. Понимаю. Что-что-то непонятно. Я люблю тебя. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя. Я тебя безумно люблю. Я знаю. Чувствую. Я верю тебе, Сереж. Я ни о чем не жалею. Ни на секунду. Все случилось так, как должно было. Ты мне веришь? Верю. Ну, великий продюсер, обдумал мое предложение? Похоже, оно ему не нравится. Ну, так убеди его, Ир. В чем проблема-то? В принципе, Гарик всегда был очень рисковым. Но в последнее время я его не узнаю. Постоянно перестраховывается. Вот я сегодня смотрел на вас и думал. Вот что ты в нем нашла-то? Ну, ты же красивая, умная баба. Тебе не надоело за ним охотиться? Надоело. Даже не представляешь, как. Просто времени на него много потратила. Хочется компенсации. Ну, я так понимаю, что скоро ты ее получишь. Сожрешь его? Даже не сомневайся. Проглощу и не подавлюсь. Да на здоровье. С тобой будет работать гораздо приятно. И интереснее. Угу. Да. Только перекинь все его зарубежные контакты на себя. Ну, в принципе, можно попробовать. Хотя Гарик еще тут хитрый, если думаешь, он со мной делится этой информацией? Ты же не девочка. Подумай, как это можно сделать. Понаблюдай за ним. Ты умный. Я в тебя верю. У тебя все получится. А если мне удастся справиться с твоим заданием, то что? Стану твоим равноправным партнером. Да. Равноправным партнером любимой женщины Ир. Играть на моей стране гораздо выгоднее. Вижу, заметила. Да, я вас услышала. Я уже выезжаю. Да, буду сейчас. Богдан! Собери свои грузки, выброшу. Не то вам бардак какой-то. Ира. Что? Не кричи на ребенка. Он ведь теперь сирота. И что, пусть мне на голову сядет? Нет, можно как-нибудь помягче? Бедный ребенок остался без отца. И что? Тебя это не волнует. Ты даже ночевать домой не пришла. Лара с Сашей поехали в Карпаты. Лара не верит, что Сережа погиб. Мам, вообще-то у меня есть свои дела. Только вас это не интересует. А на похоронах я помогу. Господи. Где же я так ошиблась? Я же обе девочек воспитывала одинаково. Почему Лара выросла нормально, Ира? Такая стерва. Господи, прости меня. Сержанты отставить свои! Сразу слышно, дочь военного. Наверное, папа не дома. Проходи. Располагайся, я сейчас поесть найду. Ты можешь пока прилечь. Наташа, я не могу. Папа не будет против, я ему все объясню. Наташа, не в этом дело. Остановись, пожалуйста. Если я сейчас здесь останусь, я не смогу от тебя уйти. А это будет неправильно. Ладно. Тогда и иди. Я тебя отпускаю, Сереж. Я стоял в машину в соседнем селе. Бумажник и документы были потеряны вместе с рюкзаком. Остались только права и ключи от машины. Мне нужно каким-то образом добраться до соседнего села. Так. Тебе нужно купить еды в дорогу. Сейчас пойдешь в центр к селе Раде. Возьми. Там спросишь Николая. Он шофер на местном маршруте. Он тебя подбросит до села. Скажет, что ты от Игоря Кречета. Папу здесь все знают. Вот, возьми. Прости. Прости меня, слышишь? Прости меня, девочка моя хорошая. Прости. Прости. Тише, тише, тише. 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 Прощай. Отпусти, я пойду. Отпусти. Отпусти. Пусти, пусти, пусти. Пусти. Пошли. Ну и что там за история с ментом? А что, какие-то проблемы? Да. Проблемы будут у вас, если мента не найдем. Пойдешь со мной, будешь моим проводником. Мы так не договаривались. Ну, считай, что договорились. Давай. Хорош проводник. Свалился в ущелье. Какая глупая смерть. Черт. Хоть бы пожрать что-то оставили. Увижу этого мента и задушу своими руками. Да. Ну что, хорошая работа. Считай, ты реабилитировался. Труп оперы уже нашли, так что можешь возвращаться за вознаграждение. Шеф, это не... Черт. Ну, все, все, мы дома. Ну, покажи ноги. Сильно болит. А-а-а. Ты говорил, нужно было дома остаться. Ну, ничего, сейчас компресс сделаем и все хорошо будет. Спасибо. Ты такой заботливый. А ты ничуть не изменилась. Я постарел. А ты такая же, как в молодости. Правда? Наташенька. Наташенька, ты нашлась, господи. Доченька, мы тебя искали. А-а-а. 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 Может, еще кусочек? Мам, спасибо большое. Бери, бери. Так. Салатика положить? Да, спасибо. На здоровье. Вот. И хлеба. Так, непривычно видеть вас вместе? Да нет, ничего необычного. Мам, скажи, а как ты вообще здесь оказалась? А-а-а. Так я же к тебе приехала, а ты пропала. А мы с Игорем так тебя искали. И Игорь всех на ноги поднял. Переправу за короткие сроки построил. А-а-а. Так а где ты была? Как ты добралась домой? Мам, потом расскажу. Признавайтесь, как вам удалось не поссориться? Ой, а я компот еще утром сварила. Совсем забыла. И в подвал отнесла. Сейчас принесу. Ого. Мама тут совсем обжилась. Такая смешная в этом фартуке. Где она вообще нашла его? В старье каком-то отыскала. Она молодец. Так держалась, пока тебя искали. Ребят кормила, которые переправу строили. Я рада, что вы нашли общий язык. Это хорошо. Пусть хоть что-то будет хорошо. Малая, Павло есть? Это все, что осталось. Да, не густо. Заработать хочешь? Ну, допустим, как? Так. Внимание! Штука тому, кто перепьет вот эту девочку. Есть желающие? Ну, смелее и смелее. Да-да. Добрый вечер. Здрасьте. Прошу. Падер Иванович сказал про вас-то до вас. Заходите. Здравствуйте. 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 Я жена Сергея Кремнева. Мне сообщили, что мой муж погиб. Говорят, вы нашли его рюкзак и документы. Я хотела бы убедиться, что это мой муж. Он жив. Диана, воды? Может, на шатырь? Нет, у меня на шатыря. Сюда, сюда. На диван. Наташка, подушку давай. Скорей, скорей, скорей. Аккуратно. Ларочка. Ларочка. Лара, очнитесь. Все хорошо, Лара. Может, побрызгать? Да. Лара? Сережа. Помассируйте ей руку, она быстрее так придет в норму. Сережа, жив? Да, да, да. Тихо, 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 тихо. Ты уверена, что он жив? Да, он сейчас на полпути домой. Стоп, а кто же тогда на дне оврага? Не знаю. Жив. Жив. Хорошо. Женя не приходила? Нет. Уже поздно. Я начинаю волноваться, где она. Я пыталась ей дозвониться, но у нее телефон постоянно вне зоны доступа. Всем привет. Господи, никак не привыкну к этому кошмару у тебя на голове. Что с тобой? Все окей. О, Господи. Женя, ты пьена? Нет. Все понятно. Я просто устала. Да, заметно. Женя. Женя, к чему эти выборки, а? Вот скажи, чего тебе в жизни не хватает? Водички. Я принесу. Ой. Блин. Кто-то приклеил обувь к моим ногам. Женя, Женя, Женя. Как тебе не стыдно, а? Ну, ты же девушка. Ну, посмотри на кого ты похож. Господи. Дайте мне, пожалуйста, водички. Время тебе дать надо. Женечка, тебе же еще детей рожать. Со мной все норм. Я в норме. И откуда ты знаешь, что этот мужчина жив? Он упал с высокого обрыва на камни. У нас не было возможности добраться туда, но мы видели его документ. Это не он. Почему ты так уверена? Потому что последние три дня я провела с Сергеем Кремневым. Что? Я нашла его раненым в доме пастухов. У него был жар. Не могла же я его так оставить? Сережа ранен? Да, у него прострель на плечо. А что дальше? Дальше. Он вернулся в Киев. Простите, пожалуйста, за то, что мы дезинформировали вас. Это ужасное недоразумение сейчас. Мы приняли того разбившегося мужчину за вашего мужа. Обнаружили там этот рюкзак. Он. Сережа. Главное, что он жив. Действительно, а кто что делал жить на дне уроща? Через пару дней вода сойдет. Доберемся и узнаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Варочка, нам домой надо. Может, поужинаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да не откажусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok